Играет музыка Играет музыка В России, но уже как атмосфера другая Вам есть с чем сравнивать? Вы долгие годы жили, работали в Москве Я знаю, что сердце ваше отдано России Действительно, да, я 22 года, как сказали, работал с детства в России У меня русская жена, дети здесь И корни уже вторая родина Страна очень красивая, люди очень открытые Вежливые, образованные, культурные Ну и, конечно, девушки То есть вы считаете, что миф о красоте русских женщин вовсе не миф? Это абсолютно не миф, абсолютно нету И действительно, девушки очень красивые И мои три красавица тоже растут И я это вижу, вот это русский ген пошел дальше Хорошо, спасибо вам за приятные слова Эрвин, я знаю, что вы в очень раннем возрасте решили, что станете шеф-поваром И я читала, что ваша бабушка и дедушка приобщали вас к ресторанной культуре Знакомили вас с какими-то деликатесами Расскажите немного об этом Действительно так Я, наверное, был 7 или 8, когда я решил стать шеф-поваром Бабушка и девушка всегда Им было очень важно, чтобы я вырос, как сказал, чентльменом И мы ходили всегда в ресторанах разных И они сказали, я должен пробовать все в ресторан Нельзя говорить, что это невкусно, я не хочу Сказали, пробуй, а потом решай, да или нет И меня это все привлекало Я до сих пор люблю ходить в ресторанах А что касается ваших кулинарных пристрастий То, что вы пробовали в детстве Есть что-то, что вы до сих пор, например, любите Из вот этих первых опытов знакомства с кухнями Я любил всегда мясо Мясо, это был, по-моему, первый страст, который у меня был И я всегда любил мясо именно кушать Средняя прожарка с кровью И тогда официанты всегда удивились, когда я заказал мясо А именно прожарка с кровью Они смотрели, как необычно Дети обычно вообще не любят Любят вороне мясо Или прожаренное Бэлдан Еще один факт из вашей биографии Вы работали в Кувейте, прежде чем приехать в Москву И считаете, что для вас это была настоящая школа жизни И школа профессии А что там такого происходило? Абсолютно Но в Кувейте я раньше, я до этого работал в Швейцарии Я говорю на Лижний Куорт Это более был такой расслабленный город Ну, работы было много, но после работы можно идти куда-то Повеселиться, кататься на лыжах А в Кувейте было, кроме работы, было ничего Это мусульманский стран, очень строгие законы Почти как в Савдийской Арабии И пришлось именно с этим смириться Но я специально пришел туда, потому что знаю, что будет непросто А что жизнь не будет просто И много буду учиться Гостиница была огромная Было 450 номеров Пять кухонь Шестер ресторанов Рум-сервис Кеттеринг Два шейхов разные И два короля тоже И было очень много работы И мы там каждый день по 12-14 часов работали То есть после такого опыта Вам уже был не страшен визит вообще никакой страны? Я приехал в Россию Первый опыт был в России В гостинице в Пятизвездной тоже И я пришел первый-второй день Они там все бегали И там у нас сегодня банкет У нас банкет такой Как, ну хорошо, а в чем проблема? Сколько человек там? 300-400 Ну, у меня опыт был Каждый вечер был банкет Минимум 300 человек Нет, нет, у нас писать Что писать? Писать один не буду делать Ничего страшного Действительно был опыт Много учился Как общаться с людьми Английский язык Потому что там только все Разговаривал по-английски И отношения Вот потому что Было действительно мультикультурное Были азиаты Юрупейцы, американцы Все там работали И все работали как один И там действительно чувствовался Что в кухне Разницы нету Откуда ты Ты должен работать Ты должен делать свою работу Показать, что ты умеешь Все остальное не важно И это взял Про себя в жизни То же самое Это не важно Где я и кто ты Самое главное Ты хороший человек И делаешь то, что надо И все Будет хорошо Вы оказались в Москве Когда как раз-таки Ресторанная культура В России зародилась И только начала развиваться И фактически Вот за 20 лет Это происходило на ваших глазах Когда я приехал Я работал в Кувейте Меня позвонила Одно агентство из Лондона Девушка сказала Что у нас есть работа в Москве Не хотели бы вы туда ехать Как сушев Потому что у меня тогда был 23 Достаточно молодой еще И я думаю Москва Я сейчас только что был в Кувейте А Москва Что было слышно в это время В 90-х Это было страшное время Как я всегда скажу Это как Я только знал от Москвы А Россия Медведи и бандиты Вот это был у нас То, что показывал По телевидению Именно был такой Но решил попробовать Почему бы и нет Тоже был переселив на гостинице Плюс еще была позиция Такая хорошая И сказал Давайте Ну, приеду Я помню Я сидел в самолет И все в самолет Все в рейс Вот это два часа Из Вейна Боялся Что-то неправильно С паспортом Что-то неправильно С визой И я-то потом сидеть Гуляк Ну, так Представление Россия Чего себе у вас фантазия Разогралась Фантазия Просто страшно была И плюс еще Приехал в аэропорт А там водитель Меня встретил В гостинице Он по-английски Вообще не разговаривал Только по-русски Ну, я откуда знаю Кто он Куда мы сейчас поедем Потом остановился Еще девушки На улице стояли Такси ловили Я эту культуру Вообще не знал Что можно просто Там сидеть Стоять на улице Остановиться в машине И поехать Вот Я сидел в машине Думаю Что происходит сейчас Нет Все было потом нормально И В это время В 93-м Не были Рестораны На улицах Были рестораны В гостиницах И все Да Как я видел Это на глазах Как люди Ну, люди Не особо менялись Остались Такие же Но как менялись Страна Как менялись Как улица Как реклама Появилась Как первые Рестораны Появились Видел Голод К новому Появилось Ну, это был Но тогда Обычные люди Тогда были люди Еще У которых было Очень много Деньги Они могли бы Тебе позволить Рестораны Все остальные Никак Кроме Макдональдс Я тоже Обязательно Это как один Первый экскурс Был к Макдональдс Потому что Это самый большой Макдональдс в мире Надо посмотреть 43-ка Или 45-ка Это тоже для меня Было что-то новое И видела Эта очередь Которая стояла Это, конечно Удивительно Вот, насколько я знаю Вы довольно много лет Провели в московском ресторане Который специализируется На мясных блюдах Да? Эльгауч он называется Да И для России Это, в общем Такая достаточно редкая история Когда заведение Существует там Порядка 20 лет А вот вы В этом смысле Как считаете Правильно Периодически менять Стратегию И кухню заведения Обновлять Чтобы стимулировать Интерес гостей Или вы больше за традиции Знаете Если проект успешный Надо идти Как планировался Так надо идти Потому что И так, конечно Будет время Когда будут Другие заведения Открываются Будут другие заведения Популярные Но все равно Люди потом вернутся Если качество И то, что делается То, что люди хотят Конечно Надо поменять Меню Потихонечку Потому что Мода меняется И как мясо Особенно сейчас Куски, которые Используют Меняются Как люди хотят Но в основном Я считаю Что надо Именно Вот то линия Которая у вас есть Надо оставить Если вообще Не идет больше Я бы лучше Сокрывал заведение Открывал его заново Я где-то читала Что у вас Сложно складывались Отношения с русской кухней В том плане Что многие блюда Многие продукты Вы поначалу не понимали Но потом Как-то оценили И что-то в русской кухне Вам понравилось Ну да Потому что продукты Изначально другие Масло другая Но особенно В 93-м Я совсем не понял Сметану Я не понял Например Ну сейчас Это я Я могу сказать Вкусно Невкусно А тогда Меня вообще Не понравилось Но это уже Школа моя бабушка Надо попробовать Надо Уважать Традиции других Что это Что это именно так И надо пробовать Как он ест Потом можно делать свое Но это уже Не моя работа Масло Молоко Блюдо Как борщ У нашей Европы Борщ совсем другой Но Это как с тест Я очень штрудель Могу ровнять Вот Мне сказали С тест Я очень штрудель А как Почему меда нету Почему Не слоеное тесто Почему Орехи не идет Как Ну это же Австрийский штрудель Он так именно готовится Так что Если вы поедете В Австрию И в каком-то ресторан Не дай бог Найдите Борщ Это точно не то Вот вы будете Провать Это все Что угодно Да Свекло есть Обязательно Но все остальное Это не борщ За годы работы В Москве У вас Такое неофициальное Звание Мясного маэстро Вам присвоили Уж не знаю Кто коллеги Или гости Это коллеги Да Потому что Но есть такое Но я потом сам Через несколько лет Уже Я посмотрел Свой резюме И сам И обнаруживал Что почти Половина своей жизни Работал с мясом Именно мясное сводение Мясо Это же такой Довольно непростой продукт И если допустим Готовят в семьях Или там где-то Барбекю с друзьями Далеко не всегда Получается тот результат Который хотелось бы Вот вы На правах мясного маэстро Можете нашим зрителям Рассказать Каких-нибудь Несколько нюансов Которые им помогут Наладить отношения С мясом На кухне Во-первых Что в России Тоже меня сначала удивило Сейчас сильно изменилось Конечно Это то Что куски Называются все Это филе Посмотрел Что за филе Потому что филе У нас это выроска Это у нас Или Или тонкий край Это спиной часть Это у нас филе называется А в России Любой часть Где нет жира Это уже филе Так что В первую очередь Надо учить Те части мяса Которые используют И для чего Их используют Не каждая часть Быка Можно использовать На жарке Не каждый Можно на жарке Каждая часть Имеет свои вкусы Так что Надо действительно Выбрать В первую очередь Что вы хотите С ним делать А потом уже Выбирать мясо И вот В Европе Сейчас пошла Такая мода Они отошли От Прайм Куски Я так называю Это толстый край Это тонкий край Это вырезка Они Они самые дорогие Но Сейчас обнаруживали Что из других Куски мяса Тоже можно Делать Хорошие стейки Которые раньше Вообще никто Не обратил Вывание Это на гуляш Пошел А на самом деле Если вы правильно Приготовите И особенно Когда правильно Кормят быка Тогда Те куски Тоже очень Мягкие И нежные Можно использовать На стейках Ну а в плане Тепловой обработки Как стоит с ним Обращаться Что получилось вкусно Или чего не стоит Точно делать Куска Которые у вас есть Если Как стейк Вы хотите готовый Да Вам нужен Обязательно Високая температура Так что Если Много любят Так Поставить Сковородки Масло сразу И сразу мясо Кидает Это неправильно Потому что Мясо начинается варить И тогда Вкусный стейк Не получается Я всегда люблю Стейки Только мясом Только с солью И перец Может быть Максимум Чтобы ничего Не искажало Я не Да Я не люблю Мариновать мясо Потому что Мариновать мясо Это уже Другой вкус Получается Вкус Мясо не чувствуется Чувствуется Только приправа И специи Вот и все Поскольку вы Из Австрии Мне бы очень хотелось Немного поговорить Об австрийской кухне В России Наверное В первую очередь С Австрией Ассоциируются Знаменитые десерты Захер Астерхази Ну штрудель Конечно А вот Что бы Вы там Для российских зрителей Могли бы Порекомендовать Ну на случай Если им захочется Познакомиться С австрийской кухней Что любите вы И что наверняка Понравится другим Ну австрийская кухня Я вырос на этом Это не обязательно Это не обязательно Мое Это много там Традиций Да Но тем не менее Она такой Достаточно насыщенная Очень много Свинины используется Очень много Гарнира Очень важная В Австрии Обязательно должен быть суп Как любой обед Вы кушаете суп Даже если берут бульон Обычные В бульон Что можно добавить Бульон В качестве Как гарнира У нас Хучие варианты Как у нас Кухня Без Отходное Производство В Австрии тоже Да Туда в супов Добавляется Достаточно много Из того Что вы Использовали День раньше Как вы в России Готовите блинчики Как мы тоже любим У нас называется Палачинки В России Блинчики Но остается Всегда Там 2-3 И на следующий день Мы просто режем В холодном виде Очень тонким И добавляем Горячий Говяжий Бульон Вот Интересная Придумка Да И та же Кнедлиге Которая у нас В Австрии Тоже популярна Остается Всегда 1-2 Потом Режется Кружочками Потом Обжаривается В сковородке Добавляется Тоже В суп Как я сейчас Заметил И как гости Вот Кастрономический вечер Который был Сейчас Сказали Что наша Кухня Австрийская Очень похож На русский Она очень Такая Тушевная Она Не как французская Иногда французская Кухня непонятна Для русских Даже меня Иногда Непонятна Она очень Простая Народная Она так Не кажется Это короля Это как Очень такой Весок Она Достаточно Простая Пробовать Идиться Не в хороших Ресторанах Ну Такое название Вот Весокой кухни Австрийской Нет Обычные Ну Я бы не назвал Это Собегаловки Это Гастхаус Это Где у нас Наход Обычный народ Где Венский Шницель Где Именно Штрудл Подается Где Супов Такие Где Швайнспратн Который Это как Ашея Свинина Которая Жарится Потом еще Капуста Дается Кислая И Кнедлики Вот такие Рестораны Обычные Где Обычные Австрицы Ходят И Где Много Людей Там Всегда Вкусно Вы Как Профессионал Любите Сталкиваться С какими-то Сложными Капризными Блюдами Для вас Это Определенный Вызов Или Вы Предпочитаете Какие-то Там Более Простые Подходы К приготовлению Нет Я Всегда Я Люблю Экспериментировать На кухне Я Попробую Всегда Новые Техники Это Мне Интересно Новые Продукты Использовали Это Действительно Как Визов Надо Двигаться Дальше Надо Что-то Новое Попробовать Не обязательно Что-то Не нравится Но Знать Надо Как Это Готовится Или Что С Этим Дел Потому Что Все равно Проходит Время Вы Пойдете В какой-нибудь Ресторан А Вам Это Дает И Не знаю Что Это Такое Как Это И Если Интересно Хочется Сразу Попробовать Как Это Делается Почему Так Почему Не По-другому Какой Вкус Это Хорошо А вообще Что Помогает Не терять Азарта К работе Что Несмотря На То Что Профессия Такая Ремесленная По Большому Счету Помогает И Творчески В ней Каким-то Образом Реализовываться Это Как раз Такие Поиски Новых Сочетаний Ингредиентов Чего-то Такого Эксперименты Эксперименты Но Это Важно Я Помню Такой Случай Я Ищу Школу Но Учился На Повар А Тогда В Австрии Был Шеф-повар Виттигман Он Тогда Придумал Нювель Кюзин До Него Они Все Готовывали Все На Муку Все Суп На Муку А Он Мука Убрал Использовал Только Сливки Это Для Нас Было Просто Как Так Получается Он Был Австриец Этот У нас Конечно Был Гордость И Тогда Мы Разговаривали Ну Что Будет Дальше Мы Обсудили Как Кухня Меняется Но Продукты Те же Самые Так Что Продукты Новый Не Будет Меняется Наверное Техника Меняется Наверное Что Другого Но Особо Ничего Будет Такой Ж А Несколько Лет Назад Появился Молекулярный Кухня Да Это Конечно Что-то Другое Совершенно Другое Конечно Можно Относиться К ним Критически Но Это Интересно И Люди Всегда Требуют Новое Особенно Европа Они Всегда Требуют Что-то Новое Вы Сейчас Перечислили Какие-то Тенденции Молекулярная Кухня И так Далее А На Ваш Ваш Гляд Какая Сейчас Главная Гастрономическая Мода Например В Европе Сейчас Прошел Это Волна Молекулярная Кухня Это Всегда Такое Идет Волна Какая-то Новая Кухня А потом Волна Идет Обратно И остается Чуть-чуть Из этого Кухня Остается Но Люди Идет Обратно В классику И они Опять Вот Мясное Мясное Это Очень Хороший Пример Потому Что Тоже Прошел Вот Была Волна Мясная Кухня В России Открылось Очень Много Стейк Хаусов Огром Количество Но Это Не Новая Танденция Но Она Остается Потому Что Это Понятно Для Обычного Человек Мясо Стейк С гарниром Сосом Это Понятно Если Пойду В ресторан Хороший Труг У меня Мухин Владимир Который Звезда А также Мировой Уровень Я бы Назвал Его Люди Входят Его В ресторан Который Не Знает Они Они Не Понимают А Мясо Или Русская Кухня Она Всегда Была Понятна Люди Это Латуша Для Меня Тоже Я Пойду В ресторан Если Я Голодный Я Не Пойду Володя Я Пойду В стейкхаус Там Кусок Мяса Овощи Сос Все Понятно И Вкусно Вот То Что Надо Тоже В Австрии Очень Важно Сейчас Региональность А В России К сожалению Это Еще Но Это Начинает Приживаться Начинается Вот Что Происходит Проблема Между Россией И остальным Миром Это Конечно Плохо В отношении Людей Но Из-за Того Что Сопретили Продукты Привезти Вот Надо Придумывать В России Что Делать Сейчас Вот Нету И Потихонечку Начинается Появиться Именно Русская Продукция Мясо Например Есть Хорошие Саводы Которые Сейчас Готовят Действительно Качество Мяса Для Ресторанов А не только Два Дома И Это Хорошо Вот Это Большой Плюс Что Конце Концов Есть Продукты Которые Можно Использовать Именно Русские А не Импортные Ну Значит Тенденция Положительная К положительным Изменениям Это уже Хорошо Конечно И Думаю Даже Если Обязательно Налаживается Это Отношение Все равно Потом Повара Будут Говорить Как Зачем Мне Надо Австрийские Яблоко Купить У нас Вкусные Яблоки Зачем Это Правильный Подход Это Абсолютно Верный Подход Но Я Тогда Уже Давно Говорил Лет 10-15 Когда Не Была Русская Кухня Ресторан Но Повара Шеф Повара Они Готовили Итальянский Они Готовили Французский Готовили Японский Но Русской Кухней Никто Не Снимался Никто И Это Неправильно Потому Что Это Русская Кухня Готовывает Конечно По-новому Но Он Использует Русские Продукты И делает Такие Блюда Которые В принципе Все знают Но Другой Подход Ирвин Нам Пора Вас Отпускать Чтобы Вы Посмотрели На Владивосток На То Как Он Изменился В положительную Сторон Не только В плане Гастрономии Поэтому Спасибо Вам Большое За этот Разговор Очень приятно Спасибо Вам Спасибо Спасибо Спасибо